Пострадавший Мухаммед уже чувствует себя нормально, но периодически у парня возникает головокружение. Инцидент с одноклассником для самого Мухаммеда стал полной неожиданностью. Хоть он и раньше не дружил с этим парнем, но такой агрессивности даже представить не мог. Прямо во время урока в 11 классе один из учеников напал на него. Подросток нанес Мухаммеджану удар стулом по голове, а когда Мухаммеджан упал, продолжал его бить руками. Только совместными усилиями учителя, зауча и одноклассников удалось остановить буйного нападавшего. Я зашел в туалет на первом этаже, и он снаружи начал пинать дверь. Когда я вышел, я у него спросил, тебе делать нечего, зачем ты пинаешь дверь? Он ничего не ответил, но посмотрел зло на меня. На уроке, на следующем, ничего не произошло. А вот через урок, когда нам дали задание, я сидел, писал. Он, получается, я сидел на третьем ряду, он на втором ряду, сзади меня. И когда я не видел, когда писал, он стульчиком со всего размаха ударил по голове. После того, как я упал еще со стульчика, когда у меня вся левая рука была в крови, он еще начал добивать руками в голове. Случай в городском лицее вызвал огромный резонанс в интернете. Неизвестные авторы и пользователи тут же заподозрили, что школа пытается займать дело, а виновники уйти от ответственности. Администрация школы с такой трактовкой событий совершенно не согласна. Объективно разобраться в произошедшем главная задача школы, говорят педагоги. Расследование инцидента проводит и полиция. 15 октября 2015 года в Альфа-Арабийский отдел полиции УДУ город Шенгент обратилась гражданка Токио У. В своем заявлении она указала, что 14 октября 2015 года в школе номер 9, где обучается ее сын, одноклассник, избил и нанес телесное повреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 1 УК Республики Казахстан. В данное время ведется расследование. Следствие обещает расставить в этом деле все точки над ив.